Региональный полицовет Единой России пополнился новыми членами. Увеличилось и общее количество с 19 до 21 человека. Кто пополнил ряды полицовета, расскажет Алена Валей. Региональная политическая конференция 19 декабря прошла во всех субъектах страны. На Ринмаре представители всех советов города Заполярного района и округа собрались в зале торжественных мероприятий культурно-делового центра. Решение увеличить численный состав руководящего органа партии с 19 до 21 человека было принято на первой конференции. Для этого представители обратились в Генеральный совет. Для того, чтобы мы имели возможность выезда в населенные пункты, для того, чтобы мы более активно работали с нашими первичными организациями, и сегодня мы выводим из членов регионального полицовета двух человек, и в то же время дополнительно вводим еще четырех членов регионального полицовета. Тайным голосованием были избраны молодые активисты. Александр Чурсанов, заместитель главы телевизорного сельсовета, и Виталий Кожевин, председатель молодежной палаты, собрания депутатов округа. Новый представитель в региональном полицовете Виталий Кожевин уже определил свое будущее направление. Это сделать так, чтобы у нас молодежь развивалась, как творчески, так духовно, так и в спорте, и во всех отраслях. Имела возможности для роста профессионального, культурного, нравственного, и могла реализовать себя во всех областях. Ротацию в «Единой России» проводят ежегодно. Сменяют 10% партийцев на всех уровнях – и высших, и региональных. Вера Дроздова, секретарь первичного отделения «Качгартинская», и Галина Дуркина, директор телевизорного дома культуры, депутат Совета Заполярного района, сменили Виталия Федорова и Людмилу Иванникову. В состав контрольно-ревизионной комиссии отделения партии вошел Даниил Исполинов, малогвардеец, председатель общественной молодежной палаты при Совете Наринмара. В завершение конференции члены партии подвели итоги проделанной работы. Основной темой была передача полномочий по социальной политике от области ведения округа.